Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, пусть Бог благословит вас, пусть у вас будет жажда. Бог отвечает на жажду. Если у вас нет жажды, это означает, что у вас нет интереса. А знаете, когда человеку неинтересно, когда человек, в принципе, не голодный, ты ему что-то предлагаешь, ты как бы навязываешь ему. Заметьте, когда Павел проповедовал, Петр проповедовал в день Пятидесятницы, то люди начали спрашивать его, что же нам делать. Сегодня нас никто не спрашивает, что делать. Мы подходим, врываемся и говорим, тебе нужно это делать, тебе нужно это делать. А вы понимаете, что это немножко как бы дискомфортно. Одно дело, когда тебя люди спрашивают, что мне делать. Ты ему рассказал что-то, и он тебя спрашивает, ты подвел его. А другое дело, когда ты пытаешься, как бы, желаешь больше его. Знаете, ты хочешь, чтобы он был счастлив больше, чем он сам хочет быть счастлив. Ты прилагаешь намного больше усилий сделать его счастливым, сделать его богатым в Боге. Привезти его на небеса, а ему все равно. Итак, тема проповедью будет называться «Аэродром Бога». Дух Святой хочет излиться сегодня на церковь, но из-за отсутствия платформы он не может прийти и проявляться. Писание часто обращает наш взор на небеса. Колоссянам 3 глава, 1 стих. Современный перевод. Так же, как вы воскресли из мертвых вместе со Христом, то живите ради того, что находится на небесах, где Христос восседает по правую руку от Бога. «Продолжайте думать о том, что в небесах, а не о том, что на земле, так как ваша прежняя суть умерла, а ваша новая жизнь сокрыта со Христом в Боге». Смотрите, Павел, он призывает нас думать о небесах. Это говорит о том, что если мы ходим, смотрим в пол, мы когда, знаете, с загруженными проблемами, мы часто не поднимаем лица, мы часто смотрим в землю, мы ищем какие-то ответы, какие-то, знаете, задуманные такие, знаете, уставшие. Как же все решить? Решаешь одну проблему, появляется другая. Решаешь что-то одно, появляется другое. Одну ногу вытащил, другая еще глубже завязла в это болото. И думаешь, я так что, всю жизнь буду играть? Ноги вытаскивать и, знаете, постоянно другую еще глубже погружается. А Павел говорит, братья и сестры, если вы воскресли со Христом, теперь у вас новая жизнь, вы тогда уже умерли. Старая ваша суть, старая природа, она похоронена. В водяной могиле, когда вы заключали завет с Господом, приняв его в свое сердце, вы заключали завет с Господом, вы попрощались со старым образом жизни. Теперь у вас новое направление в жизни. Теперь ваше мышление изменено, и вам нужно думать о небесном. И, понимаете, когда человеку говорят, тебе нужно думать о небесах, то непроизвольно поднимаются глаза наверх. Да? Как Псалом также пишет, «Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя». И дальше он поясняет, Псаломопевец, «Помощь моя не от гор, а от Господа, сотворившего небо и землю». Горы всего лишь помогают ему голову поднять, увидеть краешек этой горы, чтобы просто тебя оторвать от земли. Часто Бог не может ничего в нашей жизни совершить, потому что мы прикованы. Помните, как Иисус сказал своим ученикам, «Идите в такое-то селение, и вы там найдете молодого осленка. Отвяжите его и приведите ко мне. И скажите, если будут проблемы, он надобен Господу». Осленок есть. Господь хочет проехать, въехать, исполнить пророчество, въехать в Иерусалим. Но осленок привязан. Он привязан. Сегодня Бог хочет проявляться в нашей жизни, как никогда раньше. Я скажу так, что Бог хочет сегодня проявляться, вот без всякого преувеличения. Больше, чем даже еще в начале церкви. Больше. Когда умножается зло на земле, умножается и благодать. Вы представляете, благодать умножается, а излиться не на кого. Вы просто себе представьте, что у Бога столько есть то, что дать сегодня в своей церкви, но у церкви нет духовных рук принять это, и нету платформы. Поэтому Павел говорит, смотрите на небеса, ожидайте свыше. Ожидайте. Мы же и родились на небесах. Рождение свыше. Что это означает? Это выше, свыше. В духовном мире наш дух родился, мы записаны там, как дети Божьи. Поймите, что мы не просто приемные дети Бога. Ну ладно, у меня есть один сын, он хороший, но ты такой как бы не очень, ну ладно, заходи, будешь у меня тоже жить. Слушайте, и так нет такого разговора. Бог тебя родил. Бог тебя родил. И ты имеешь полное право на Бога, знать Бога, ходить с Богом, слышать Бога, видеть Бога. Библия говорит, что блаженный, чистый сердцем, ибо что? Бога увидит. То, что невозможно для обычного человека, а Бога видеть невозможно. Невозможно. Если человек увидит Бога, он умрет. Даже Моисею Бог показал только спину свою, лицо он сказал, нет, ты не можешь видеть. Но, а Моисей-то не был ребенком Божьим. Он был великим пророком. А в Библии сказано, не выставало пророка больше Иоанна Крестителя. Но, меньше в Царстве Божьем, больше Иоанна Крестителя. Почему это является самый большой пророк? На мой взгляд, Илия один из самых, или Елисей вообще один из самых мощных пророков. Нет. Библия говорит, Иоанн Креститель, сам Иисус сказал. Почему? Он приготовил путь Христу. Он приготовил, он больше всего знал откровения о Боге. О том, что Бог должен воплотиться, Спаситель должен прийти в этот мир. И Он приготовил путь. Мы не видим, что Иоанн Креститель творил чудеса, исцелял больных и так далее. Он помог Христу, создал платформу, чтобы Христос пришел. Вы знаете, что в пришествии Христа задействованы были не только Мария родила его. Да, Мария родила его. Девушка родила его физически. Но путь подготавливал Иоанн Креститель. Он говорил и кричал, выходил, обличал людей. Он говорил, что вы должны подготовиться. Вы должны отречься от грехов ваших. Итак, Бог сегодня хочет прийти в церковь. Так, как мы не представляем, и так, как мы не ожидаем. И последствия от этого будут такие, что мы не можем даже увидеть их на много десятилетий вперед. Я вам говорю сейчас, нисколько не преувеличивая, не обманывая, прямо говорю, Бог сегодня хочет прийти и злиться. Ему нужен аэродром. Ему нужен аэродром, ему нужна посадка, куда он придет. Иоанн говорил об этом. Итак, появится аэродром, братья и сестры, появится и аэропорт. А это значит связь неба с землей. Иисус говорил, он пророчествовал одному ученику, и тот говорит, ого, ты вообще, ты пророк. А он говорит, иди за мною, и ты будешь видеть открытое небо, и ангелов спускающихся и поднимающихся на небо. А для чего ангелы спускаются? И поднимаются. Они выполняют работу Божью на земле, они помогают в церкви, они служат Богу. Бог, когда заботится о церкви, Он посылает своих ангелов. Итак, нам, как церкви, нужно сделать этот духовный аэродром. Духовный аэродром. Мы молимся, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. То есть, Иисус нас научил молиться, и Он сказал, что должно быть на земле? То, что должно быть на небе. Что должно быть в твоей квартире? Представь, ты покупаешь квартиру, где новый дом, и там нету еще ничего, там только стены, бетонные стены. Просто представь, ты берешь каталог в руки и смотришь. Всякую возможную красоту. Плитку выбираешь, лампочки выбираешь, обои, занавески, ковры, паркет. Красота. В душе там все делаешь, джакузи, все делаешь, спа просто у себя дома делаешь. Смотри, ты берешь откуда-то дизайн и приносишь его в свой дом. Ты даже просто, если не брать там дорогой ремонт, ты просто взял и стены красишь, ты стены передвинул, что-то сломал, где-то дверь сделал, диван передвинул. Откуда ты вообще это делаешь? Ты берешь откуда-то образ. Ты берешь из какого-то каталога. Ты где-то был в гостях, пусть это каталог не бумажный. Ты побывал у Гота в гостях, тебе понравилось. Ты сказал, у меня так же будет дома. И ты берешь и приносишь откуда-то образ. Вот Иисус, Он говорил, что да будет воля твоя на земле, как и на небе. Вот наш каталог. Откуда мы берем образ для всего? От с неба. А как же мы будем с небом общаться, если никакого нету связи? Нету международных связей. Не то, что там международных связей. Нету связи с небом. Международные связи есть. Это не проблема сегодня. С небом связи плохие. Знаете, у одного человека спросили, который участвовал в пробуждении, он до сих пор жив. Пастор один, лидер пробуждения. У него спросили, «Расскажите, что у вас там было в 80-е годы?» Знаете, что он ответил? Он сказал, что Бог был там. Бог был среди нас. Ведущая задает ему вопрос. «Подождите, а как это Бог был у вас? А что, Бог не вездесущий, что ли? Это значит, что Он где-то есть, где-то Его нету?» А он говорит так, объяснил, что радиоволны есть везде. Поймите. Они везде по всей земле есть, допустим, над страной. Но где-то приемники настраиваются на эту волну, ловят эту волну и озвучивают. Понимаете, происходит действие. А где-то нет. И очень мудро, отвечено. Поэтому Бог, Он, конечно же, вездесущий. Но почему-то во многих церквях многие церкви не уловили вот эту изюминку, что вся изюминка в церкви – это в присутствии Святого Духа, где прославляется Иисус и Отец. Вот это изюминка. И многие как бы лишены этого, и они вынуждены перестраиваться. Они должны взять другой образ теперь, потому что Духа Святого нету. Надо заполнить эту пустоту. Бог разорвал занавес сверху донизу. Нет, давайте мы сошьем ее. Человек не имел права общаться с Богом, с Святым Святым. Не имел просто на этого права. И священник, если у него был маленький грешок, и один раз в год он заходил в это Святое Святых, по-быстрому в темноте все делал, при свечах, при лампадке, быстро приносил жертвы и выбегал оттуда. А потом, знаете, это место святое, куда просто невозможно было простым людям заходить. А теперь оно открыто абсолютно для всех. Сам Бог сверху. Не снизу рваться стало занавес. Не снизу руки стали рвать, а сверху стали руки рвать. Бог разорвал эту преграду, которая стояла между человеком и Богом. Разорвал. Это его желание быть с человеком. Ты можешь еще просто не догонять пока что, что ты хочешь быть с Богом. А я тебе скажу, ты хочешь быть с Богом. Все твой дух хочет быть с Богом. Все твое существо орет, но ты не понимаешь, как это быть с Богом. Как дойти до этого счастья. Как дойти до этого наслаждения. Ты просто пока еще не понимаешь. И Бог разорвал эту занавес, тем самым свидетельствуя, входите, дети, все, я переезжаю. Я больше не нахожусь в этом святом святых в храме. Меня больше там нету. Я по новому адресу. О, Господи Боже, что это за новое учение такое? Что за уже учение? Ты всегда тысячелетие был там, и теперь ты куда-то переезжаешь. Да, я переезжаю жить в человека. И Писания об этом говорят, что вселюсь в них, буду ходить в них. Он вселится. Во многих живет дьявол. Он вселяется в них. И они делают зло на земле. Но в нас живет Бог. И пусть он делает свои планы, делает добро, преображает эту землю. Нет смысла звать большого гостя, если ему не подготовить условия. Вот давайте представим. Вот мы пригласим президента какой-то страны. Большой. Не бедной страны, а такой большой страны. И у него, знаете, в больших странах, у президентов, у них нету маленьких самолетиков. Нету просто. У них самолеты самые огромные. Боинги эти большие. И вот вы себе просто представьте. Вы его приглашаете, он начинает слушать вас, и, в принципе, он соглашается к вам прилететь. И он у вас спрашивает, способен ли ваш аэродром выдержать посадку моего самолета. Там такие тонны, там такая сила приземляется. Он выдержит? А мы такие говорим, да ты садись на поле. Все самолетики, которые мы видим, да ты прям на поле садись. Он скажет, друзья, на поле я не буду садиться. Готовьте, я даю вам время. Готовьте аэродром. Готовьте аэродром. Поймите, что Бог, это не что-то такое, знаете, с улицы зашел, сел, и что-то тут хорошо кому-то стало. Понимаете? Бог не такой. Когда Бог приходит, на самом деле проявления, такие приходят, которые я говорю, что мы все будем с открытыми мертами, с открытыми глазами, и отсюда не захотим уйти никогда. Нас сюда, бывает, не завести, оно, когда Бог придет, мы не захотим отсюда уйти. И такое происходило раньше. То, что даже на правительственном уровне сокращался рабочий день на целый час, чтобы люди успели домой прийти, помыться и быстрее бежать туда, в пробуждение, не просто на собрание, а там, где присутствовал Бог, где присутствовала Его слава. Богу, чтобы прийти, нужна подготовленная платформа, место посадки. Так же, как и для самолета, чтобы приземляться и взлетать, нужна ровная поверхность. Так же и для сошествия Духа Святого необходима посадочная полоса, посадочная. Аэродром – это ровная поверхность. Как появляется аэродром? Чтобы построить аэродром, необходимо целенаправленный труд. Он не появляется сам по себе. Его нету в природе. Такого нету. Естественного аэродрома нету. Есть труд. Деревья спиливаются, ямы засыпаются, горы ровняются. Делается ровная площадка, ровная. Мы читаем Луки, 3 глава, 4 стиха. Как написано в книге пророка Исаии, голос раздается в пустыне. Приготовьте путь Господу, сделайте прямыми дороги Его. Всякий овраг пусть засыпан, будет засыпан, а всякая гора и холм пусть станут ниже. Извилистые пути пусть станут прямыми и неровные пусть станут ровными. Здесь пророк пророчествует. Он пророчествует о том, что Господь, когда придет, то нужно сделать прямую дорожку. Дорожку. Там, где яма, надо засыпать. Убрать недостатки. Там, где есть что-то человеческое, воздвигается. Идолопоклонство. Это должно быть спилено. Идолы должны быть разбиты. Человека должно быть меньше. Как Иоанн говорил, ему должно расти, а мне умоляться. И для чего все это? Шестой стих. Чтобы все человечество увидело Божье спасение. Представьте себе, Исаия за 400 лет до Христа еще писал это пророческое слово. Он писал. Уже тогда Дух Святой был на готове. Он готов был идти. Церковь, люди не были еще готовы. Они еще верили в свои силы. Для того, чтобы пришел Дух Святой, необходимо выполнение ряд условий с нашей стороны. Мы думаем, да Бог просто не хочет приходить. Вот он 2000 лет назад излился на учеников в День Песятницы. Все. Все на этом все. Больше ничего не надо у него просить. Просто живите, ходите, читайте Библию, молитесь. Когда вы умрете, пойдете на небо. Но, знаете, это не Евангелие. Иисус, Он хочет, чтобы мы, прежде чем уйдем на небо, прожили насыщенную, счастливую, наполненную Божьей славой жизнь. Чтобы мы еще много сделали Божьих дел, чтобы Бог через нас, знаете, не чтобы мы, да, я-я-я, а чтобы Бог через нас мог осуществить свою волю. И это должно работать в гармонии. Он не будет нас призывать, заставлять, порабощать. Это должно быть в согласии. Это должно прийти так. Мы Его зовем, мы нуждаемся в нем. А Он приходит на нашу просьбу, на нашу жажду. Однажды Бог увидел готовую посадочную полосу. Вот увидел. Вот нигде не было этой полосы. Не было. Бог уже, знаете, не знает, что делать. Конечно, Бог знает, что делать. Он говорит, ну почему же люди не догадаются, что я хочу жить с человеком. Я хочу благословлять его. Я хочу удивлять его. Я хочу, чтобы он видел мою сверхъестественную природу. Но почему же никто меня не хочет? И вдруг, однажды Он увидел посадочную полосу. Ему был приготовлен путь. И Он смог приземлиться. Он смог прийти туда, где была готова платформа. Деяние, первая глава, 4 стиха. Иисус после Своей смерти и воскресения в течение сорока дней являлся ученикам Своим, свидетельствуя о Царстве Божьем, рассказывая им и со многими верными доказательствами. Деяние 1, 4. И собрав их, своих учеников, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Иисус им сказал, что прежде чем вы пойдете по всему миру, вам нужно, чтобы Дух Святой сошел на вас, чтобы Он стал вашим лидером, чтобы Он направлял, вел вас, чтобы у вас была его сила, способности. Из 12 стиха. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молении, в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, Матерью Иисуса, и с братьями Его. Смотрите, Иисус им сказал, ждите, ждите. Да, вы пойдете по всему миру, но вам нужно принять, должен прийти, должен прийти вместо меня, я ухожу, должен прийти Дух Святой, и Он будет с вами, Он будет обо Мне свидетельствовать. И так далее. Вы сможете все сделать благодаря благодати, благодаря силе Божьей. И знаете что, ученики всерьез восприняли слова Иисуса. Они пошли и начали готовить аэродром. Они собрались и начали молиться. Они молились, они молились, они говорили, Бог, мы ожидаем тебя. И в течение десяти дней они молились. Они ожидали Бога. Там не было такой молитвы, знаете. Скоро он закончен. Пиццу хочу уже. Понимаете? Такого не было. Они все горели, потому что они видели прославленного Иисуса. Они вкусили небеса. Иисус им сказал, у вас будут потрясающие вещи происходить. Вы будете захвачены небом. И смотрите, вот что они начали делать. Готовить аэродром. Духовный аэродром. Условия для пришествия Духа Святого. Дух Святой не может прийти, если бардак в церкви. Возможно, Духу Святому сегодня не видно многие общины. Они хорошие. Они исповедуют Иисуса Христа. Но нету излияния Духа Святого туда. Они вот, знаете, они подобно вот этим группе людей, которые от страха и от удеев закрылись на втором этаже в горнице. Как Библия говорит об учениках. Они закрылись. Они закрылись. И они были скованы страхом. Ой, только бы им не пришли к ГГБ за мной. Я буду молиться тихонечко. Я даже в руку буду. Я буду в подушку молиться. Вот, видишь бы только ко мне ФСБ не пришло или там ЦРУ или кто там еще. Я буду таким тихонечко верующим. Веру сохраню просто, чтобы к Господу уйти. А Дух Святой говорит, почему? Ты боишься? Я же могу всех примирить. Я же... Знаете, когда Дух Святой пришел, какое было покаяние? Никто не может удержать наводнение. Дух Святой видит тех, кто подают ему сигнальные огни. То есть, у кого есть жажда по Богу и святое неудовлетворение. Этот человек, который участвовал в пробуждении, в Таллиннском пробуждении, он говорил, у него спрашивают, что у вас было? Какие у вас симптомы были? Почему к вам пришло пробуждение? Почему другие не приходило места? Он говорит, у нас было святое неудовлетворение. Понимаете? Это когда не то, что ты недоволен Господом, ты доволен. Ты недоволен, что в твоей жизни его мало. Ты недоволен, что ты общаешься с людьми, а ты им неинтересен. Ты им пытаешься Иисуса Христа в глотку засунуть, покаять его, ведешь по ногам его, становись на колени, кайся, грешник. Он не понимает, что ты от него хочешь. А когда он тебя сам спросит, что мне делать? К большому сожалению, многие церкви сегодня не нуждаются в Духе Святом. Они неплохо и сами справляются. Деньги есть, слава есть, все проплачено. Талантливые люди главное есть в церкви. Знаете, у многих пасторов есть страх, если уйдут талантливые люди. Я бы пережил это. Люди, которые были на своих местах, я думал, что мое служение от них зависит. А Бог мне говорит, а я специально возьму и разрушу идола твоего. Возьму и уберу у тебя это основание. И ты не сможешь при всех усилиях, ты ни на кого не сможешь рассчитывать. А только на меня. А Богу это нравится, когда мы только на него рассчитываем. Вот так за человека можешь держаться, за людей, знаете. Лучше за Господа так держаться. Во многих церквах все делает человек. Там не действует Дух Святой. Ему там не дают места. Что же нам делать? Что же нам делать? Мы остановимся на плохой новости или на хорошей новости? Можно ли как-то изменить эту ситуацию, что в церкви нету Святого Духа движения? Друзья, послушайте внимательно. Если это слово звучит к тебе сегодня, касается твое сердце, имеет к тебе отклик, ты действительно признаешь, что тебе не хватает Духа Святого и в моей церкви не хватает Духа Святого. Это не повод для ропота, понимаете? Это повод для искания Бога и для совместной работы в постройке аэродромов, то есть платформы, куда Богу можно прийти, то это значит, что Дух Святой заинтересован в тебе и во мне. Я хочу остановиться на хорошей позитивной ноте, что Дух Святой заинтересован в церкви Иисуса Христа. Он посылается туда. Церковь, знаете, без Духа Святого это Адам, которого сотворил Бог и который не движется, пока в него не вдохнул Бог жизнь, дыхание свое. Вот так мы выглядим в духовном мире. Бог создал Адама и написано и когда вдохнул в него жизнь, дыхание свое, он стал живым. Вот так же и церковь. Если она создана Богом, да, мы рождены свыше, но нету дыхания еще, нету движения Святого Духа, то нам нужно ревновать об этом, нам нужно жаждать Бога, нам нужно просить Бога, и вы не представляете, какие мы станем счастливые. Мы же станем счастливые, наше окружение станет счастливое, и когда мы прослужим свою жизнь на земле, мы счастливыми и наполненными сил и соков уйдем на небеса. Мы не уйдем так, чтобы Господи, забери меня, невозможно, уже все тошнит от всего. Нет, мы уйдем во славе, исполнив Божье предназначение, поручение. Мы уйдем в радости, и мы можем Иисусу сказать, о Господь, как я счастлив в Тебе видеть, о, у меня есть столько рассказать в Тебе, благодарю Тебя за Духа Святого, столько уникального произошло на земле, и эта встреча Твоя с Иисусом может быть очень радостной, либо очень печальной. Это зависит сегодня от нас. Пусть Бог благословит нас. Во имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok